Великий праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мерликистских в бар. И тысячи верующих пришли поучаствовать в патриаршем богослужении в этом незабываемом торжестве. Господь воскресе! Господь воскресе! Перед Божественной Литургией предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин Великого Освящения храма святого мученика Виктора Воина, который приписан к Николу Угрежскому Ставропегиальному мужскому монастырю и расположен в подмосковных котельниках. Господь воскресе! Святейший Владыка обратился к верующим с первосвятительским словом. Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с большим радостным событием, с освящением храма святого мученика Виктора здесь в городе Котельнике. Вспоминаю, как закладывал камень в основании этого храма. И трудно было себе представить, что в достаточно короткий срок будет воздвигнуто это замечательное здание, которое поражает своей гармоничной красотой, высоким вкусом. А внутреннее помещение, которое украшено росписями и прекрасным иконостасом, несомненно, будет располагать людей к искренней сердечной молитве. Я всегда радуюсь, когда еще один Божий храм освящен. Потому что так много храмов было уничтожено, разрушено, стерто с лица земли. И как тем, кто совершал эти страшные злодеяния, наверное, и в страшном сне не могло присниться, что настанет время, когда их благочестивые потомки будут строить храмы, понимая, что без храмов жизнь человека становится очень опасной. А в каких-то определенных обстоятельствах и случаях становится страшной. Вот для того, чтобы жизнь человеческая всегда оставалась человеческой жизнью, она должна осуществляться по Божьему закону. Если человек Божьего закона не слышит, не знает, не принимает, то рано или поздно он начинает терять человеческие черты. И когда, оценивая различного рода неприятности, случающиеся в нашей личной жизни или даже в общественной, сталкиваемся с гнусными человеческими действиями, то чаще всего говорим, но разве это человек? А бывает, говорим и так, что животное даже не поступает так, как поступил этот человек. И это есть реальная констатация факта. Многих преступлений не совершают животные, живущие по голосу инстинкта. А человек, который призван жить по голосу совести, совершает преступление потому, что без Бога совесть-то сохранить очень тяжело. Ведь не может же сам человек для себя определять, что и хорошо для него, а что плохо. Только Бог имеет такое право. И от этого божественного права и проистекает человеческая совесть. Поэтому каждый храм, который мы сегодня открываем, освящаем, это и есть маленький шаг на пути правильного устроения человеческой жизни. В дар новоосвященной обители архипастырь передал Тихвинскую икону Божьей Матери. Затем святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества по случаю престольного праздника Никола-Угрешского монастыря. Почетный караул дивизии имени Дзержитского выстраиваются у храма. И именно они будут сопровождать все празднование. Всегда праздник, когда приезжает патриарх. И сегодня великий праздник святителей Николая. Вы можете убедиться, сколько народу сегодня пришло в храм. Там, где есть вера, там и есть счастье. Это главное. Обитель, вот видите, возродилась из пепла, как говорят. Вот 25 лет было в декабре, как она возродилась. Поэтому видите, сколько народу сегодня с таким уважением относятся к этому празднику. Все православные люди, потому что святитель Николай, он действительно для нас помощник. И без него, наверное, мы бы не восстановили этот храм. Праздник, который привлекает в монастырь людей, жителей нашего города, не только паломников. Ну и в том же время это большой праздник для предприятий, для сотрудников предприятия. Вот наш сосед монастыря через стену, у нас одна стена. Мы очень дружим, всегда друг другу помогаем. Стараемся откликаться на их заботы. Они также к нам относятся. Вот поэтому сегодня хороший, радостный день на самом деле. Дивный наш заступник и во всех скорбях помощник. Святители отче Николая непрестанно молятся Богу, а всех с молитвой к нему притекающих. Нам здесь очень нравится, очень красиво, очень торжественно. Поэтому хороший праздник. И мы очень рады, что сюда приехали очередной раз. С этим храмом у нас очень многое связано. Мы знаем его с 1994 года. С самого, как только началась и конструкция этого храма. Поэтому честный день бываем. Мы здесь причащаемся, исповедуемся. Это наш храм. Этот праздник, наверное, для каждого человека. Русского такого. Поэтому мы не найдем такого человека, который не знал бы Николай Угодников. И что с воскресенью? С воскресенью. Песня. 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 Которая самим своим основанием в далеком 1380 году, в преддверии грозной битвы на Куликовом поле, явилась выражением глубочайшей веры нашего народа в то, что именно силой Божией совершается человеческая история. Иногда нам кажется, нам, людям Земли, что мы очень много чего знаем, мы постигаем тайны природы, мы создаем на основе существующих законов физики машины, механизмы, оборудования. Иногда страшные машины, способные массово убивать людей, у нас возникает чувство всемогущества. Это очень опасное чувство, потому что чем больше человек создает своего всемогущества, тем меньше он оставляет место Богу в своей жизни. И в самом деле, но зачем верить Бог в Бога и в Его милость, если у тебя огромные счета в банке, если весь мир у твоих ног, если ты можешь сделать все, что ты хочешь делать? Зачем верить в Бога, если у тебя могущественные силы, в том числе и военные, способные подчинить себе весь мир? И мы знаем, как на основе денег и власти наиболее процветающие и сильные страны сегодня исторгают веру из своей жизни. Это не значит, что в тех странах вера уходит из жизни людей, но сегодня там становится все более и более трудным исповедовать свою веру. А мы, народ наш, Русь святая, Россия, пройдя через тяжелые этапы полного отрицания бытия Бога и всякого присутствия Бога в жизни народа, сегодня к Богу обратилась своим ликом. И то, что мы видим замечательно, мы видим большие перемены, в том числе и в сознании нашей молодежи. Ни одно поколение молодых людей, как это, не подвергается таким искушениям, таким соблазным, таким развращением нравственной прелуроды, как нынешнее поколение. И потому чудом Божьим является то, что все больше и больше людей, молодых людей, связывают свою жизнь с Богом, на Него возлагают упования, формируют способы и средства сопротивляться дьявольскому искушению и строить по Божьему закону свою жизнь. Вот это явление, есть явление силы Божией. И когда те, кто уповает на человеческую силу с улыбкой, с нисходительной и иронической, воспринимают нашу надежду на Бога, мы отвечаем им не иронией, тем более не злобой, мы отвечаем молитвой за весь мир. Понимая, что молитва сильнее денег, сильнее власти, сильнее оружия. Почему я говорю обо всем этом сегодня здесь, у стен Николы Угрешского монастыря? Потому что мы прославляем память особого святого, святителя и чудотворца Николая, в жизни которого так ярко преломилась эта Божественная сила. Подобно тому, как под большим увеличительным стеклом луч солнца обретает колоссальную энергию, способную возжечь огонь, так и через святителя Николая, божественная энергия, благодать Божия отобразилась пламенем веры в миллионах людей. А святитель Николай жил в конкретных условиях, был исторической личностью, о нем многое известно, и наверняка при жизни, хотя многие его и считали чудотворцем, такой духовной силы предстояния пред Богом он не имел, которую он сейчас имеет. А почему это происходит? А потому что все больше и больше людей к нему обращают свои молитвы. И он нам на эти молитвы отвечает, укрепляя нашу веру, наше мужество, нашу способность идти за Христом в тяжелых обстоятельствах нынешнего века. Поэтому мое слово, обращенное сегодня к жителям Всего Града и к паломникам, к монашествующим, к молодежи, к представителям вооруженных сил, будет простым. Храните веру в сердце. Не давайте никаким злым силам, которые в том числе действуют и через сознание, и через человеческие инстинкты, дабы разрушить веру, не давайте им поле, на котором бы эти силы одержали победу. Старайтесь стать теми увеличительными стеклами, которые, впитывая в себя божественную благодать, из себя исторгают огромную энергию, способную воспламенить умы и сердца многих людей. Вот этим и сильна Церковь Христова. Она получает от Бога благодать. Она эту благодать превращает в конкретные действия, направленные на улучшение и совершенствование мира и человека. И в том ее призвание. И в осуществлении этого призвания Сам Господь с нами, ибо и Он источник благодати. С нами святитель чудотворец Николай, сонмам угодников Божьих. С нами Церковь на небесах торжествующая. И прославим сегодня воскресшего Господа, даровавши нам такую великую милость, как способность обретать Его благодать. И эту благодать включать в свою повседневную жизнь, чтобы становиться лучше самим и преображать к лучшему окружающий нас мир. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь! Великий день 22-й и пололетний, так по-простому у нас создавается, и Голубежский проспект, действительно наш главный фундаментальный такой монастырь, от него идет вся история, и вообще весь мир идет от него. Поэтому этот праздник празднуется у нас очень временно, не постоянно, что зимой, что летом, но летом более ярко, более насыщенно, потому что природа вся расцвела, душа цветет, настроение хорошее, тем более сегодня приедет патриарх, осетивность, это тоже очень большой праздник. И вы видите, весь народ очень-очень радуется этому празднику. Я не знаю, что это было в основных праздниках, но если брать 100 духовенств, то, конечно, это самый великий праздник в нашем. Я всех искренне поздравляю с этим праздником, от всей души. Память святителя Николая Чудотворца – это, наверное, один из основных праздников, который почитается нашим русским народом. Иногда его называют еще русским богом, потому что нигде, как у нас в России, не чтят святителя Чудотворца Николая. Поэтому народ с особым трепетом приходит в эти дни в храм, поскольку, я думаю, каждый из нас, присутствующих сегодня за богослужением, как-то так или иначе испытал какое-то чудесное воздействие и помощь святителя Чудотворца Николая. Мы, может быть, и не замечаем этих чудес, но, тем не менее, люди любят его, чтят его, и думаю, что это не случайно, потому что наш русский народ очень весьма чувствительный к любой святыне и святому. Солнечная погода, увлекательные мастер-классы сделали этот светлый праздник незабываемым для гостей обители. Доброту глухой услышать может И увидит без труда слепой Каждый день, что будет нами прожит Озарим, давайте добротой Бескорыстно руку протяните Тем, кого постигла вдруг беда Добрые слова вы говорите Каждому нужны они всегда Правила веры и образ кротости Воздержание учителя Всеми любимый и всеми почитаемый Святители Отче Николая Мир Ликийский Чудотворче Моли Слово Христа Бога Спастись от душам нашим Светлана Леонтьева Илья Анисимов Роман Рыбкин Никола Угрешская обитель Телеканал Добро ТВ Редактор субтитров А.Семкин